Дома в Москве у Марии Качаловой остались сын и дочка. Врач-инфекционист московской больницы уже 8 лет в профессии. С конца марта Мария работает именно с коронавирусными пациентами. Безусловно, обмен опыта очень важен в медицине. Чтобы люди могли знать, как в одном регионе, как в другом. Не повторяли каких-то ошибок, а в то же время делились чем-то полезным и нужным. Бригада московских специалистов состоит из 6 человек. Это врач-инфекционист, пульмонолог, анестезиолог-реаниматолог, помощник реаниматолога, рентгенолог и хирург. Во Владимирской области доктора планируют провести 2 недели. Опыт московских коллег поможет инфекционным службам Владимирской области усовершенствовать медпомощь именно тяжело больным пациентам. За прошедшие 2 месяца мы приобрели достаточно обширный опыт по перепрофилированию. Это были и стационары, и госпиталя, и непосредственно специфические учреждения, не имеющие отношения к сфере здравоохранения. Поэтому мы готовы этим опытом делиться. Я думаю, что проблем у нас не возникнет. Полтора миллиона медицинских масок, диагностические экспресс-тесты и оборудование. Машина, которая привезла врачей, заполнена гуманитарной помощью. В ближайшие дни будут еще поставки медикаментов. С особой осторожностью в термоящике доставили препарат для тяжелых больных, находящихся в реанимации. Лучше иметь такой запас, отмечают в департаменте здравоохранения, несмотря на то, что эпид-обстановка стабилизируется. Эта цифра колеблется от 60 до 70 пациентов в день. Эти пациенты не все тяжелые, не все требуют госпитализации. Часть из них поступают в стационары. Коечного фонда на сегодня у нас достаточно свободного. Московские специалисты уже начали работать в инфекционном госпитале областной клинической больницы. Будут ли столичные медики выезжать в районы, пока неизвестно. Но видеоконференции с врачами из глубинки обязательно проведут. Екатерина Старикова, Олег Маньков, Губерния, 33.